Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте. Добрый день. Всем горячий пламенный. Прямо из студии телерадиоканала «Страна-ФМ». Это первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Программа «Лучшее в стране». Я Александра Хайрулина. И с огромным удовольствием, друзья, представляю вам своего сегодняшнего гостя. У нас в гостях директор Московского продюсерского центра Андрей Петров. Здравствуй, Александра. Привет, страна. Поварные овации. Андрей, спасибо тебе большое. Честно скажу, да, что мы тебя ждали давно, потому что очень хочется рассказать нашей стране, всем зрителям и слушателям поподробнее, и, честно признаюсь, и нам самим узнать поподробнее, что же за такое Московский продюсерский центр, чем он занимается. Понятно, что задача там стоит глобальная, а иначе зачем создавать Московский продюсерский центр, тем более под крылом департамента культуры города Москвы, в структуре. Поэтому, очевидно, если создается подобная структура, значит это кому-то нужно. Конечно, да. Три с половиной года существует Московский продюсерский центр, да? Больше трех лет. Мы надеемся, что уже определенная часть страны в курсе о том, что же такое Московский продюсерский центр, но всегда с удовольствием рассказываем о себе. Давай так, да, вдруг хотя бы двое, трое где-нибудь в отдаленных уголках, конечно, нашей страны есть, которые, ну, к сожалению, мимо них прошла эта информация. Может быть, они больше увлекаются. Московский продюсерский центр — это инновационное учреждение культуры в структуре департамента культуры города Москвы. Наша команда, с одной стороны, развивает районный культурный центр — это Московский культурный центр «Северное Чертаново», который расположен в Южном административном округе Москвы. И, с другой стороны, мы занимаемся проектами, направленными на поиск, поддержку и продвижение творчески талантливых жителей города Москвы. Соответственно, я так думаю, что, наверное, стоит сконцентрироваться нам на вот именно таких проектах в городском формате. Это-то да. Ну, а с другой стороны, мы знаем, что ежедневно в Москву прибывают поезда, прилетают самолеты. И человек, который буквально вчера еще был жителем, не знаю, Перми, Нижнего Новгорода, любого другого города, он вдруг решает для себя, что хочет, ну, прекрасно, значит, покорить Москву. Или попробовать свои силы, у кого какие задачи стоят. Поэтому, конечно, наша будет информация касаться абсолютно всех каждого. Это правда. А ты же возглавляешь центр с самого как раз момента основания. Да, так получилось, что наша команда пришла и предложила данный концепт, который наш учредитель, лице-департамента культуры, поддержал. А, так это даже была не идея департамента, это была твоя идея. Это было совместное творчество, это ко-бренд. Нас и департамент культуры вот вместе у нас получилось сделать вот именно такой интересный, интересный концепт с точки зрения реализации культурной политики в городе. Долго ли пришлось уговаривать департамент? Нет, потому что у нас департамент, вообще политика департамента, она настроена на инновационный формат, на что-то новое. Это правда, да. Мы понимаем, что в условиях глобальной конкуренции и в условиях современной культуры архаичность и такая зацикленность на каких-то привычных технологиях, они уже не срабатывают. Поэтому и департаменты, мы постоянно ищем что-то новое, чтобы быть конкурентоспособными, быть эффективными в нынешних культурных реалиях, если так можно сказать. Надо сказать, друзья, что московский продюсерский центр можно отыскать абсолютно во всех социальных сетях. Я прав, Вангри? Во всех хэштег «Моспродюсер». Да, и вы можете... Лесенка «Моспродюсер» и там есть вся информация о нас. Пролистать, поподробнее узнать. Даже меня можно найти, но если постараться. Ну а как же ты? Конечно, попробуй, скройся, раз возглавляешь, значит, нужно быть на виду. Ну, в общем, давай тогда еще поподробнее будем окунаться в деятельность Московского продюсерского центра. Что касается вот проектов, то, что уже на сегодняшний день сделано и что продолжается, я так понимаю, да. Это «Музыка в метро», об этом проекте, кстати, и центральные каналы наши рассказывали, да, «Уличный музыкант», «Лайнап», «Гонка героев», «Плейлист», «Концерты в темноте», «Вера в музыку». Это все еще действующие проекты или что-то уже... Ну, это проекты на разных стадиях. Есть проекты, которые уже действуют не первый год. Есть те концепты, которые мы пробовали только в этом году, есть перспективные планы. Но действительно у нас очень такая разноформатная линейка проектов, которые направлены, еще раз повторюсь, на поиск, поддержку и продвижение творчески талантливых жителей города. Наша задача, чтобы... Именно музыкантов, да, мы говорим? Ну, мы в целом не фокусируемся именно на музыке, вообще на современном искусстве, наверное, делаем акцент. Но на данный момент в нашей линейке больше все-таки проектов направленных на музыку, потому что, наверное, это самый такой понятный и на данный момент востребованный формат. Например, вот проект «Музыка в метро», он уже два года успешно функционирует, и с одной стороны это элементарная простая идея, но с другой стороны тот отклик и тот положительный фидбэк, который пошел от горожан, нас утвердил в том, что вот такие простые, но инновационные идеи, они очень востребованы, и москвичи, и вообще гости столицы очень ждут подобных вещей, чтобы атмосферу города обогатить по-своему. — «Музыка в метро» до сих пор, это продолжающийся проект, правильно? — Ужавис, и мы очень надеемся, что он будет и дальше расширяться. — Ну, давай тогда расскажем, куда обращаться, что ждать от этого проекта музыкантам. То есть это должны быть команды какие-то, или не обязательно, могут быть единичные артисты, просто вокалисты? — Чуть более двух лет назад департамент транспорта и московский метрополитен обратились в департамент культуры за поддержку. У них уже была инициатива попробовать формат музыки в метро. Такой опыт есть в других странах, и они решили сделать это в Москве. Соответственно, департамент культуры порекомендовал нас как потенциальных партнеров, и, соответственно, на протяжении вот уже двух лет мы совместно делаем этот проект. Первый год это было порядка, если я не ошибаюсь, трех точек и порядка 20-30 музыкантов. После пилотного года мы провели голосование на портале «Активный гражданин», где более 74% москвичей поддержали проект, сказали, что им это нравится, и более того, они хотели бы, чтобы территориальная сетка проекта расширялась. Соответственно, второй год было это уже 15 площадок и 200 артистов. Соответственно, мы вот очень надеемся, что в начале 2018 года мы еще немножко нарастим географию, и еще большее количество музыкантов смогут попробовать свои силы пробиться в финал и выиграть вот этот вот годовой... Абонемент в метро? Ну, годовую аккредитацию, да, на выступлении в метро. У нас там двухэтапный конкурсный отбор. То есть не так просто? Не просто подал заявку, и тут же тебе, пожалуйста, показали ту станцию метро, где ты работаешь? Безусловно, и, наверное, именно поэтому такой большой положительный отклик, потому что очень серьезная горнила отбора. Соответственно, у нас очень уровневые музыканты становятся победителями и участниками этого проекта. Это консерваторский уровень, и очень часто нам пишут восторженные отзывы, что не во всех филармониях можно услышать такого качества творческий контент, который показывают участники нашего проекта «Музыка метро». Но участники проекта, я даже понимаю, не получают ничего за это, я имею в виду финансовом отношении? Участие бесплатное, но они имеют возможность... Ну, в дальнейшем сотрудничать, да, я так понимаю? Обозначить, ну, условно, поставить кофр для добровольной благодарности от... А, вот так, ну, в общем, да, чаевые, так называемые. Ну, так называемые чаевые, за исключением фактов попрошайничества. То есть у нас никакое понуждение, никакое убеждение к этому не приветствуется, но просто обозначить, что если вдруг кого-то так задело творчество, что он захотел поблагодарить, в том числе и рублем, такая возможность у музыкантов есть. Вот на сегодняшний день, если какая-то группа еще пока не приняла у вас участие, или какие-то музыканты, куда подавать заявку, где искать? Сайт music.mosmetro.ru, соответственно. Ну, либо по хэштегу «Музыка в метро», опять же, во всех... Сейчас же век соцсетей, поэтому если что-то хочется найти, ставишь решеточку, пишешь название проекта, вылезает сразу все официальные аккаунты и весь контент. Соответственно, у нас, ну, пока это не официальная информация, но вот все по-хорошему, в декабре, в январе стартует новый этап сбора заявок. Вот, уже скоро совсем. Уже вот буквально скоро, да. Но так как у нас еще четко неопределены даты, мы пока в информационную кампанию не выходим, поэтому это не для протокола. Тогда мы будем ждать тебя отдельно, да, специально уже с анонсом конкретным. Кто же это жюри, которое отбирает тщательным образом? У нас принципиальный формат работы с жюри, чтобы это была разнонаправленная, разноформатная коллегия экспертов, которая представляет успешных практиков на сегодняшний день. То есть там и представители академического сообщества, там высших учебных заведений, там консерватории, представители музыкальных лейблов и известные артисты. То есть максимально разноформатная экспертная комиссия, чтобы это было репрезентативно. Чтобы они смогли оценить и представить как бы все мнения в городе Москва. В общем, друзья, я думаю, что кто-то, кому важна эта информация, послушали. А, кстати, когда уже само исполнение в очередной раз случится в метро? Ну вот заявки, ты сказал, что собирается в январе, а когда нам? У нас примерно начало года будет конкурсный отбор, и на данный момент проект функционирует. Соответственно, аккредитация у тех, кто прошел в предыдущем сезоне, она еще действует, но где-нибудь вот в начале весны у нас будет обновление состава музыкантов. А график? График у них какой работает, получается? Они работают за исключением часов пик. Вот для тех людей, которые на автомобилях личных ездят и специально для этого оставят авто и спустятся в метро. Четкий график и афишу музыкальных коллективов можно посмотреть на официальном сайте. Это тоже инновация, потому что официальный сант получается не просто портал для приема заявок, а это портал, где можно заявить о себе. И более того, скажу, что у нас были случаи, когда нам писали в письмах, что я вот подстраиваю свои перемещения по городу, исходя из концертов, смотрю, когда мой любимый артист или коллектив выступает, и это очень здорово. Друзья, у нас есть небольшой видеоролик, буквально на две минуты. Предлагаю всем нам посмотреть. Ну а те, кто слушает в своих автомобилях, извиняйте, включайте быстренько приложение, ищите способ, ну или слушайте. Будем просить, наверное, Андрея как-то нам прокомментировать, возможно, это видео. Ну и с удовольствием давайте посмотрим. Как раз... Я так понимаю, что это проект «Музыка в метро». Московский парадюсский центр представляет. Вот как раз, да. Отбор сезона 17-18. Официальное выступление музыкантов в московской подземнике. Мы непосредственно в метрополитене проводим. Проводим отбор, чтобы все было максимально в атмосфере, приближенной к реальным условиям. У нас отбор проходил на протяжении... Четыре дня, да, вот мы видим. Соответственно, у нас было очень много часов живых прослушиваний. У нас менялись экспертные комиссии. Андрея, мы сейчас должны с тобой замолчать ненадолго, потому что там фрагментное интервью будет взято. Да. Важность этих проектов не только для города, а в принципе для страны, потому что это еще одна площадка, на которой человек может себя реализовать. Это самый честный формат выступления на улице и в метро, потому что если ты не интересен, если тебе нечем увлечь людей, они не обратят на тебя внимания. Люди будут планировать маршрут в зависимости от того, каких они исполнительно хотят послушать. Можно выйти на полчасика пораньше из дома, встать послушать музыку и с хорошим настроением поехать работать. Это очень интересно, быть причастным к тому, что потом будет слышать много миллионов людей, которые спускаются в метро. И будут самые лучшие исполнять метро, и когда будут люди там, они будут улыбаться. Очень много музыкантов хотят играть, и нет такой возможности. У нас в стране немного клубов и вообще таких площадок, где можно выступать. Не конкуренты, а новое поколение, которое растет, понимаешь, что талантливые ребята. Это очень здорово. И хорошо, что есть такой проект. Спасибо. И жители города, и музыканты готовы к новым форматам творческой коммуникации, культурного обмена. С каким вы настроением, как артист, придете в метро, такое настроение вы подарите людям, прохожим, которые будут проходить мимо вас. Таким образом, мы еще раз говорим, что метрополитен – это не просто транспортное предприятие, это еще и большая культурная площадка. Да, таким образом, друзья, метрополитен действительно – это не только средство передвижения, это еще и концертная площадка, целая жизнь. А ведь люди, порой, действительно очень много времени проводят в метро, Андрей. Поэтому вам спасибо огромное, говорю, всему московскому продюсерскому центру, конечно, департаменту. Всему коллегам, департаменту транспорта, московскому метрополитену, за то, что готовы на такие смелые эксперименты, которые приводят к таким замечательным результатам. Ну, потому что вы действительно дарите эмоции людям, положительные эмоции, поскольку понятно, что жизнь такая, и стрессов очень много у всех, и погода чаще не радует в нашей столице. Ну и, в общем, когда спускаешься, и вдруг там музыка, это все заставляет улыбаться все равно, и как-то так спускает тебя с небес на землю и говорит, что все в порядке, все хорошо. Может быть, наоборот, возвышает. У кого-то возвышает, да, согласна абсолютно. В общем, друзья, вам нужно обязательно посмотреть, послушать, что же такое проект «Музыка в метро», если вы в силу разных обстоятельствах передвигаетесь на личных автомобилях. Мы продолжаем разговаривать. Андрей Петров сегодня в гостях, напомню, директор Московского продюсерского центра. И надо сказать, что, конечно, «Музыка в метро» далеко не единственный проект. У Московского продюсерского центра, вот буквально сейчас посмотрела ваши соцсети, и вот то, что сейчас у вас в самом такой активности, это плейлист. Конечно, хочу узнать, что это такое подробнее. Да, очень разные форматы проектов. Если «Музыка в метро» нацелен на оффлайновые, то есть живые выступления в контексте Московского метрополитена, то есть, например, такой проект, как «Плейлист Мосартист». Что мы сделали с департаментом культуры в рамках проекта «Плейлист Мосартист»? У нас есть парковые зоны. Они, да, большинство из них ведомств департамента культуры. Все мы с вами знаем, что за последние буквально пять лет парковые зоны стали местом притяжения миллионов, без преувеличения, миллионов москвичей. Во всех парковых зонах есть система звукового оповещения, система динамиков, из которых звучит музыка. В то же время в Москве есть огромное количество молодых, талантливых ребят, которые хотят заявить о себе на уровне города, которые хотят поделиться своим творчеством с москвичами, и чтобы в будущем формировать из жителей города свою фан-базу и дальше созидать себя как будущих звезд, чтобы потом в эфире «Страна FM» крутились клипы, чтобы их приглашали на эфир, и чтобы было замечательно. Соответственно, мы на этой основе сделали проект под названием «Плейлист Мосартист». В рамках этого проекта мы с помощью конкурсного отбора отбираем лучшие авторские треки московских авторов и исполнителей, формируем из них плейлист и интегрируем его в звуковое оформление парковых зон на летний и зимний сезон. Получаем, что в летний период во всех парках звучат треки наших артистов, которые пропитаны солнечными лучами и создают настроение. Про лето, про море. Да, у нас называется «Летний сезон» — это «Лето в парках». А «Зимний сезон» называется «Новогоднее настроение». Соответственно, здесь уже немножко другой настрой. На всех катках в парках звучат уже треки, которые помогают всем поверить в чудо, в Деда Мороза, в снежинку, которая не растает в ладошке и так далее. А здесь же речь идет в данном случае исключительно об артистах, которые пока еще не известны широким массам. Нет, здесь идет... Или ваш плейлист строится именно компилировать, то есть там такой микс? Здесь акцент идет на том, что это абсолютно справедливый формат как для уже популярных исполнителей, так и для начинающих. Очень часто в среде начинающих артистов звучат, ну, такие немножко обиженные комментарии на тему того, что все везде изолировано, нет возможности пробиться. И одна из наших основных задач, наверное, стать определенным социальным лифтом для молодых исполнителей, чтобы они могли наравне конкурировать, в том числе уже и с признанными деятелями сферы культуры развлечений. И таким образом в нашем плейлисте соседствуют как люди из топ-чарта Apple Music или iTunes, так и молодые ребята, которые просто делают хорошую, качественную музыку. И мы очень гордимся именно тем, что наши инструменты, наши проекты интересны как представителям серьезных лейблов, тальк и молодым ребятам. И они там соседствуют прямо буквально на соседних строчках. Мне кажется, это очень интересная история, очень интересная задумка ваша. Как-то мне удалось побывать в парке не так давно, это не так много лет тому назад было. В общем, подряд песен «12», наверное, крузилось, несколько часов. И как-то вот я особенно запомнила, что постоянно звучала песня «Новый год» Александра Маршала. Я очень люблю этого артиста, но за там короткое время, проведенное в парке, я выучила наизусть абсолютно от и до. Ну вот буквально на днях у нас состоялось экспертное прослушивание, отбор финалистов зимнего сезона. Из практически 500 треков мы отобрали чуть-чуть меньше 100 финалистов, которых уже экзаменовали наши члены жюри. Какое техто серьезное. Соответственно, наверное, у нас еще официально эта информация не вышла, я могу обнародовать ее. 48 треков победителей вошли в итоговые плейлисты, соответственно, в течение буквально ближайших дней мы их уже интегрируем в парки. И весь предстоящий зимний сезон будет в том числе под аккомпанемент этих замечательных произведений. Поэтому Александру Маршалу придется немножечко уступить эфирному времени. Но, безусловно, мы за плюрализм. Получается так, что, естественно, уже в зимний плейлист, в новогодний, праздничный, из тех артистов, которые нас слушают, и вдруг прошли мимо как-то этой истории, они уже не попадают, но есть шанс оказаться в летнем плейлисте. Безусловно. У нас очень много проектов, и они идут по календарному плану, то есть по сетке. Поэтому я, конечно, не настаиваю, но рекомендовал бы всем, кто так или иначе заинтересован в подобного рода проектах, найти по хэштегу «Моспродюсер» в наших социальных сетях, подписываться на все наши официальные аккаунты и быть в курсе. Потому что очень часто артисты, так, опять же, немножко обиженно заявляют, что вот мы не знали, мы вот нас не позвали, нам не рассказали. Вот мы в своей деятельности хотим все-таки донести до артистов, что вот... Друзья, конечно, вас много, а московский продюсерский центр один. Правильно? Как? Во-первых, так, а во-вторых, все-таки, если мы хотим с вами развивать культуру, развивать индустрию и действительно самореализовываться и работать над своим уровнем, то надо больше вовлеченности демонстрировать. Поэтому обязательно подписывайтесь, следите, следите не только за нами, вообще за учреждениями, которые, или там за структурами, которые занимаются подобного рода деятельностью. Чем больше будет участников, тем выше будет качественный уровень. Чем выше будет качественный уровень, тем больше будет стремление к конкуренции. То есть у самих же артистов больше будет мотивации искать что-то новое. И тогда у нас все расцветет, и культура и развлечения просто запоет. Все. Запоет. Что касается плейлиста вот этого проекта с парками связанного, там речь идет об авторском материале, или можно просто перепеть... Нет, мы не работаем с каверами, мы именно настроены на авторов и исполнителей. То есть мы в своих условиях прописываем то, что это должен быть русский язык, либо инструментальная композиция, и все-таки авторский материал. Потому что кавера — это отдельная история, мы ни в коем случае не против этого, но все-таки в основной своей деятельности хотим поддерживать тех, кто занимается генерацией контента, а не просто использованием уже существующих на работе. Ну, конечно. И потом, когда если ты артист, и ты ставишь себе цель все-таки добиться популярности и славы, то, наверное, лучше это правильнее делать с авторской историей, да, с песней. Ну, во всяком случае, с новой песней, которая еще массам неизвестна. Друзья, мы прервемся ненадолго, и очень скоро обязательно продолжим общаться с нашим гостем. Оставайтесь вместе с нами. Продолжается программа «Лучшее в стране», друзья. У нас сегодня в гостях директор Московского продюсерского центра Андрей Петров. Мы говорим про разные интересные, как уже понятно, абсолютно уникальные проекты, которые как раз, да, Московский продюсерский центр, в общем, воплощает в жизнь. Конечно, не без помощи Департамента культуры города Москвы. В прямом содействии. Уличный музыкант. Еще один проект, конечно, за который вам и гости столицы, и жители Москвы, я думаю, уже не раз говорили спасибо и будут продолжать говорить спасибо. Потому что, что уж, Гали, хотайте, у нас песенная страна, душа русская тоже песенная. И, в общем, это все здорово и хорошо. Именно этому этот проект и посвящен. Потому что если у нас в формате музыки в метро все-таки предполагается отбор, потому что это ограниченное количество точек, и просто по соображениям безопасности есть отдельный перечень мест, где возможно это, чтобы не мешать пассажиропотоку, не создавать там конфликтных и сложных ситуаций. Но в городе есть огромная масса творческих пассионариев, которые хотят делиться своим творчеством, своей внутренней энергией жителям. И вот таких, назовем их, уличных музыкантов действительно очень много. Соответственно, до того, как эта история начала администрироваться и регулироваться, возникали всякие разные спорные ситуации. Просто потому, что человек обычный, обыватель, но зачастую и не знает, что в каком-то месте выступать возможно, а в каком-то нельзя. Но не потому, что кто-то ограничивает свободу творческого выражения. Потому что есть там технические зоны, есть там зоны входа в метро, есть там вопросы безопасности, и града организации, они очень сложные, нам и обывателям подчас непонятные. Поэтому было принято решение постараться отрегулировать систему выступления уличных музыкантов. И так родился по инициативе мэра Москвы проект «Уличный музыкант», в рамках которого на официальном портале мэра mos.ru есть отдельная вкладка «Street Music Fest», где любой абсолютно желающий может зайти туда и в режиме онлайн забронировать одну из площадок на двухчасовой слот, прийти туда и... То есть при этом даже отбора никакого не будут? Никакого отбора. Никакого отбора. И у нас в этом плане это самый либеральный и открытый формат в мировой практике. Потому что мы анализировали так или иначе практики разных стран. Где-то музыканты платят патент, где-то проходят отбор. А вот у нас в Москве просто любой желающий может взять, забронировать точку, выйти и поделиться своим творчеством. Естественно, есть определенные организационные нюансы, начиная от того, что все-таки не стоит позволять себе каких-то нелицеприятностей в контенте, скажем так. А кто-то это отслеживает? Кто-то находится на этой точке? Безусловно. У нас есть горячая линия проекта. У нас есть отдельные кураторы, которые объезжают точки, смотрят. Плюс у нас очень активные, вопреки заблуждениям граждане, которые, если видят, что что-то происходит не так или по их мнению, то они сразу начинают стараться влиять на ситуацию, чтобы не допускать негативных проявлений в музыкальной среде. Поэтому в этом плане все достаточно организовано. А есть ли уже какое-то цифры, какое-то число музыкантов на сегодняшний день, которые принимают участие в проекте «Уличный музыкант»? Вот у нас статистика была на июль. Соответственно, проект стартовал в пилотном формате 1 ноября. 1 ноября мы специально запустили проект вне сезон, так скажем, чтобы отрегулировать все организационные механизмы на малом потоке. Вот, соответственно, с ноября по июль у нас, по нашим подсчетам, было порядка 1365 живых выступлений за это. Боже мой, вот это да. Соответственно, если это разделительное количество дней, то мы понимаем, что у нас очень насыщенный концертный график уличных музыкантов. И если вдруг душа просит музыки, можно зайти на Most.ru, на Street Music Fest и посмотреть, где сейчас дают Стравинского. Ну, или вы понимаете, что как раз дописали свою там восьмую песню, и уже у вас есть хоть какой-то материал. Пора тоже так же, регистрируйтесь. Пора заявлять о себе. Добро пожаловать. Так, отлично, масса еще проектов, о которых хочется поговорить. А «Усадьба джаз» вот здесь, Андрей, тоже, по-моему, что-то очень интересное. Это была тоже интересная коллаборация, кстати, как раз в контексте уличных музыкантов. Мы, как операторы проекта «Уличный музыкант» с организаторами фестиваля «Усадьба джаз» решили, что стоит вот этот феномен уличного музыканта в уличной музыке все-таки, так скажем, выводить в свет и разубеждать очень многих людей, жителей Москвы, которые как-то предвзяты и немножко негативно относятся к уличным музыкантам, представляя их как-то нелицеприятно, с низким уровнем контента, в состоянии измененного сознания и все вот эти прочие предубеждения. Поэтому этим летом на проекте «Усадьба джаз» мы совместно с организаторами выделили две площадки, где были представлены лучшие представители уличной музыки Москвы, соответственно, лучшие участники уличного музыканта. Нам поступило более 150 заявок, 20 финалистов мы отобрали, и, соответственно, они на протяжении 10 часов радовали посетителей «Усадьбы джаз» и доказывали своим примером, что уличный музыкант — это не какое-то... Недообразованное, непрофессиональное. Не вот эти все предубеждения, которые у них есть, а это абсолютно профессиональные, приятные, располагающие к себе люди. И очень много у нас было мнений о том, что мы не ожидали, что уличный музыкант для нас — это не отстроенная гитара и такое непоставленное пение, а на самом деле это действительно люди искусства, которые способны привнести свою краску в атмосферу города. Поэтому в формате «Усадьбы джаз» мы, так скажем, легитимизировали статус уличного музыканта, и на таком представительном фестивале, который все-таки ассоциируется с лучшим в музыке, уличные музыканты не то что не затерялись, а стали тоже отдельной строкой стояли. Заняли свою нишу, да. Да, заняли свою нишу. Ну и, само собой, разумеется, этот проект уже продолжится у вас, да, сотрудничество с «Усадьбой джаз». Мы надеемся, но пока по предварительным договоренностям мы с коллегами продолжим в этом формате сотрудничать. Надеюсь, они смотрят. Коллеги, стоит продолжать. Стоит продолжать, это даже бесспорно. У нас есть еще видеоролик, дорогие наши друзья, слушатели, зрители. Это выпускной, Андрей, 2017 год. Это уже наш проект «Лайнап Моспродюсер». Мы, как Московский продюсерский центр, являемся ресурсным центром по обеспечению творческим контентом крупнейших городских мероприятий. Опять же, Департамент культуры в год проводит очень много городских мероприятий, масштабных, многотысячных концертов на лучших площадках города. Количество площадок все увеличивается, увеличивается. Количество площадок увеличивается, качество контента постоянно растет, и востребованность, и интерес от жителей тоже растет. Соответственно, мы совместно с Департаментом решили на базе вот этой инфраструктуры дать еще дополнительную возможность молодым московским музыкантам проявить себя, и поэтому под крупнейшие концерты на протяжении года мы проводим конкурсные отборы, называемых «Лайнап Моспродюсер», и, соответственно, каждый из лайнапов приурочен к той или иной дате. Вот крупнейшие лайнапы за 2017 год, это были приурочены к московскому выпускному и к дню города. Соответственно, вот видео, которое мы сейчас посмотрим, это как раз концерт победителей «Лайнап Моспродюсер» в московском выпускном. Ну, давайте же тогда смотреть и слушать. Итак, выпускной. Ну, а выпускникам, конечно, надо внимательно смотреть, вдруг они себя увидят, бывшим выпускникам, да. Студенты. Ну, красиво очень. Вот, видите, все. Молодые артисты. Спасибо организаторам за то, что создали такой праздник. Интервью, фейерверки, красивые люди. Замечательно. И опять же, очень здорово, что наши артисты могут делить сцену с их кумирами. Сейчас фрагмент интервью, послушаем. Нужно кайфовать от момента, когда тебя последний раз называют выпускником, а потом ты становишься реально взрослым человеком. Ну, вот видишь, как и артисты рады, потому что они тоже заряжаются от ребят. Безусловно, безусловно. Это помимо того, что это возможность там заявить о себе, это еще очень хороший опыт, потому что мы видим, какие площадки, то есть это действительно площадки топового международного уровня. И просто иметь опыт выступления на такой сцене, это уже бесценно для молодых артистов. Ну, а как выпускники, они же, получается, в основном слушают эти песни в первую в жизни. Как они реагируют на это? Можно посмотреть на видео, как они реагируют. Они танцуют, они улыбаются, и они добавляют в контакте наших артистов. И это же тоже возможность для артиста нарастить свою фан-базу. Потому что как раз выпускники — это ядро аудитории большинства успешных артистов. В общем, конечно, это в дальнейшем твой зритель и твои поклонники, которые пойдут за тобой следом. Соответственно, если что-то не получается у артистов, они могут проанализировать, почему тот или иной контент не зашел. Мы же все-таки за развитие, а не просто за самолюбование. Фрагмент интервью. Я кайфанул. Надеюсь, мое творчество понравилось ребятам. Столько позитива, столько эмоций. Сцена — огонь, все клево. Все как обычно, мозг-продессер держит марку. Все отлично. Ну, молодцы. Что хочется сказать? Спасибо. Ну, действительно, да, довольны все. И выступающие, и выпускники, конечно, тоже, разумеется. И нас отдельно радует, что наши старшие товарищи из департамента культуры все-таки строго следят же за нашей деятельностью. И мы все чаще получаем комментарии, что, ну, действительно, не хуже профессионалов смотрятся ваши молодые да ранние. Мы говорим, да, действительно, потому что в Москве огромное количество талантливых на данный момент неизвестных ребят, артистов, музыкантов, которые, я очень надеюсь, в том числе с нашей помощью скоро заявят о себе. И конкуренция в индустрии культуры и развлечений усилится, и уровень повысится. А есть ли такие проекты, которые музыкальные, команды, которые уже участвуют у вас в нескольких проектах? То есть вот уже такие какие-то ваши постоянные друзья, талантливые действительно артисты, которые вот... Вокруг Московского продюсерского центра формируется, за эти годы уже сформировалось определенное сообщество. Но здесь нужно понимать, что вот какого-то понебратства именно в самих проектах нет. Так как у нас есть экспертная комиссия, очень разноформатная. То есть совсем не обязательно, если твоя песня, условно, звучит в плейлисте в парке, что ты будешь выступать на выпускном. Безусловно. У нас под каждый проект отдельный отбор, отдельные критерии. Все сначала. Здесь несколько сначала. Каждый проект уникален. И, например, вот плейлист «Лето в парках» и плейлист «Мос артист. Новогоднее настроение» с одной стороны вроде как формат один и тот же треки, а с другой стороны по своей концепции, по сути, это же диаметрально противоположное настроение, атмосфера. Соответственно, здесь нет такого, что можно подать одну заявку и потом целый год участвовать везде и всюду. Например, вот у нас был лайнап Моспродюсера «День города» и «Московский выпускной». Тоже немножко разная специфика. Потому что «Московский выпускной» — это четко понятная целевая аудитория. Старшие школьники нам. Порядка 20 тысяч старших школьников будут слушать тебя. А «День города» — это более разноформатная целевая аудитория. То есть здесь более универсальный нужен контакт. Поэтому каждый проект уникален. «Гонка героев» — это что за проект? «Гонка героев» — это, если я не ошибаюсь, на протяжении уже пяти лет первая спортивная гонка всероссийского масштаба, созданная по нормативам ГТО. И, соответственно, вот, если я не ошибаюсь, они уже... Как оказались вы там? ...пять лет проходят. И мы вышли на организаторов и решили, что вот в этой вот брутальной атмосфере спортивных побед и достижений тоже могут проявить себя молодые московские артисты. И, соответственно, мы решили, что мы будем делать концертную программу в рамках их мероприятий. Соответственно, это востребованный проект, это проект с огромной аудиторией. И, соответственно, для артистов это тоже определенного рода честь и стимул попытать счастье, чтобы спозиционировать себя вот в формате такого проекта. И у нас было порядка 150 заявок. Мы отобрали 8 артистов, и они составили 5 концертов на протяжении летнего сезона. А есть ли возрастное ограничение, Андрей? Я вот сейчас подумала... Возрастное ограничение для гонки героев или для... Участников, для музыкантов. Как таковых возрастных ограничений нет. Соответственно, творчеству все возрасты покорны. Поэтому мы не акцентируемся на возрастном параметре. Самое важное — это уровень профессионализма. То есть это могут быть и школьники, которые, допустим, уже сыграны, с сыгранной этой командой какая-то, да? Безусловно. Да, у нас нет, еще раз говорю, еще раз повторюсь, возрастных ограничений. У нас были ребята, которые побеждали в проекте, которые там учились на первом курсе вуза, и часть команды была еще в школе. Очень важно, какую музыку ты играешь, и что как начинающий профессионал ты из себя представляешь. Потому что экспертной жюри же не обманешь. Здесь паспортом не помахаешь, это не поможет. Так, хорошо. А может быть, ты знаешь, среди ваших участников, музыкантов, есть ли те, которые уже в глубоком, почти на возрасте, но при этом начинают только себя продвигать? В целом творчество, искусство, и это же так или иначе, оно все равно ассоциируется с молодостью. Поэтому зачастую, неважно, сколько тебе лет, когда ты в этом растворен, очень сложно сказать и со стороны определить, что написано в паспорте. Поэтому я допускаю вероятность, что среди наших участников есть люди почтенного возраста, но они зажигают и делают такой вкусный и качественный продукт, что заподозрить их в этом практически невозможно. Ну, правильно, потому что еще и люди, которые действительно живут творчеством, они молодые, не только душой, они и с душиным делом лучше сохраняются. Есть, конечно, определенная там разница форматов, то есть проект уличный музыкант или музыка в метро, вот так как там более акцент на классические формы искусства, там и, наверное, возрастной цен немножко повыше. А когда у нас там московский выпускной и надо зажигать толпу, там немножко контингент моложе, но еще раз повторюсь, мы ни в коем случае по возрастам никого не делим. А если мы говорим о Дне города, о празднике, который прошел как раз в минувшем сентябре? Если мы говорим о Дне города, то это так называемая вишенка на нашем большом торте проектов, потому что мы уже на протяжении нескольких лет на День города закрываем одну из ведущих площадок не только Москвы, но и всей страны, это Поклонная гора, то есть это несколько десятков тысяч зрителей, это главный праздник Москвы, и мы очень гордимся тем, что там вместе с нами у лучших молодых коллективов получается делить сцену с признанными мэтрами, попадать в телеэфиры, попадать в радиоэфиры, там их берут интервью, и они на целый год заряжаются вот этим драйвом от многотысячной толпы, и этот год не стал исключением, соответственно, у нас было на протяжении двух дней концерты на Поклонной горе, и там были такие признанные мэтры, как Валерий Меладзе, Тамара Гварцители, и наши ребята также на этой же сцене разговаривали с всеми же людьми. Ну, это точно незабываемая история, я думаю, что никто, кроме вас, не может предоставить такую возможность талантливым музыкантам, которые... На данный момент нет, мы надеемся, что еще определенное время так и будет. Так, друзья, давайте смотреть. У нас есть видео, МОЗ-продюсер на Дне города. Это День города, соответственно, вот самый крайний, который был, на котором мы с вами также успешно гуляли. Сейчас мы посмотрим. 770 лет. Шесть столиц. Исполнялась вместе с нами. Ну, у нас тоже был прекрасный концерт, надо сказать. У вас был замечательный концерт, насколько я знаю. Ну и состав был, конечно, совсем другой. В формате фестиваля Добрая Москва. Да-да-да. Прою тайну, что на протяжении предыдущих двух лет мы делали концерт на Доброй Москве. Поэтому некая преемственность у нас с вами есть, это тоже нас с вами роднит. Брэндон Стоун. Это правда. Вау! Один город, это же круто! Сорит какая-то определенная атмосфера, потому что артисты все разные выступают, разная музыка, и это все очень круто, потому что все объединяются в этот день. Приятно за этим наблюдать. Я как-то эту атмосферу ловлю и получаю от нее удовольствие. Мне так здесь все нравится, меня так все это заряжает, все, что вокруг происходит. Людям в нашем городе должно быть интересно, комфортно и безопасно. Здесь творческие идеи, и в Москве почему-то они не находят отклик. Москва мне дала возможность заниматься творчеством в том масштабе, которого я сам хотел. В Москве есть то, чем я горжусь. Легендарная, грандиозная, масштабная и неподражаемая. Такого города в мире больше нет. Если ты любишь Москву, и Москва тебя полюбит, я это почувствовала на себе. Лет через 10 просто здесь будет так круто, это будет город будущего. Поэтому welcome всем обязательно в Москву. Какие хорошие слова были сказаны. Так, Валерий Меладзе, видно, доволен происходящим. А это важно в нашем мире. Конечно, да, атмосфера шикарная, действительно. И в зале, и за сценой, и на самой площадке. В Москве желаем, конечно же, счастья, любви. Порадоваться, объединиться в этот праздник, забыть про обиды, друг друга обнять, улыбаться. Вспоминать только самое светлое, самое доброе. Радоваться погоде, радоваться всему хорошему, что вокруг происходит. Замечать это. Улыбаться побольше. Уметь получать удовольствие от жизни, понимать, что вы хотите и как этого достигать. Чтобы все люди ходили на концерты Московского продюсерского центра. С днём рождения, Москва! Боже, как хорошо, ещё тепло на улицах. Приятно очень было посмотреть. Ну что, ещё одно достойное мероприятие проведено. С чем я вас поздравляю? Нам очень важно, и мы очень гордимся тем, что мы ни в коем случае не делим и в том контенте фото и видео, которые мы производим, мы это распространяем по артистам. И здесь каждый из них может увидеть себя наравне, наравне с признанными, признанными авторитетами. И это очень здорово, потому что зачастую на данный момент творческой молодёжи вообще и молодым артистам, им не нужны какие-то благодарности, грамоты, факты официального признания. Они хотят из себя создавать успешных звёзд, и им для этого нужны возможности. Вот, соответственно, возможность выступить на сцене, спозиционироваться в соцсетях посредством фото или видеоролика. И вот это то, на чём мы строим мотивацию в рамках наших проектов. Особенного внимания, конечно, достоин ваш проект под названием «Музыка в темноте». Если быть точнее, концерты в темноте. Это действительно уникальный формат Российской Федерации. Мы совместно с проектом «Люди.Инна» и с Центром интеграции, с проектом «Диалоги в темноте.Москва» в этом году запустили уникальный проект нового формата, где, как у нас написано в пресс-релизе, где зрители слышат музыку по-настоящему. Концерты проходят в абсолютной темноте. И проект сопровождают незрячие гиды. То есть здесь самый важный месседж, наверное, в том, что это не просто проект, это не просто интертеймент, развлечение. Это новый социокультурный опыт. И мы с вами привыкли ко всему, что у нас есть, относиться как к должному. А когда ты попадаешь в абсолютную темноту, которая не существует в природе... Действительно выключен свет или выдаются какие-то очки? Это уникальные технологии, проект «Диалоги в темноте». Соответственно, это темнота, которая не существует в природе. И там буквально на расстоянии трех сантиметров от глаз не видно собственной руки. То есть это абсолютно кромешная тьма, где невозможно полагаться на зрительное восприятие. И в этой темноте тебя встречает голос. Это голос незрячего гида, который в этой темноте для тебя становится проводником. И помимо того, что ты пришел послушать музыку, ты еще имеешь возможность почувствовать себя в принципиально новой среде. И люди, которые выходят с наших концертов, они зачастую проводят такую глобальную переоценку ценностей, что это выходит за рамки эффекта от любого самого потрясающего концерта. А как же музыканты? У нас далеко не все музыканты справляются с темнотой. Да, конечно. Вы понимаете уровень мастерства этих музыкантов? Они находятся в этой же темной комнате без спецаппаратуры. Никаких фонариков у них нет. Абсолютно, не полагаясь на собственное зрение, исполняют произведения, исполняют их шедеврально. Соответственно, наши зрители получают не только вот этот социокультурный опыт и переоценку ценностей, получают возможность почувствовать себя в абсолютной темноте. Они еще принципиально по-другому чувствуют музыку, потому что порядка 80% информации мы получаем посредством зрения. Соответственно, когда музыка, когда зрение примешивается к слуху во время восприятия, мы все-таки с вами не можем до конца сфокусироваться на самом музыкальном ряде. А здесь сама атмосфера помогает прочувствовать музыку, как говорится, от и до. И поэтому я всех настоятельно призываю попробовать это на себе, попробовать концерты в темноте. Опять же, хэштег concert in the dark или концерты в темноте. Все, любые соцсети, это не мое мнение, это мнение наших зрителей, это незабываемое впечатление. Поэтому обязательно сходите. Ну, абсолютно понятно, по какой причине мы не можем продемонстрировать видео с этого концерта, поскольку они проходят в полной темноте, друзья. Но мы еще продолжим общаться с нашим гостем. У нас остается немножко времени. Пока же должны прерваться. Оставайтесь телерадиоканалом «Страна.ФМ». Друзья, у нас сегодня в гостях Андрей Петров, директор Московского продюсерского центра. Хочу еще попросить Андрея рассказать про проект «Вера в музыку». Звучит очень красиво. Для тех, кто вдруг не слышал, не знает, что это такое, пожалуйста. Это специальное название. Мы в рамках, опять же, социокультурных проектов в этом году посотрудничали и до сих пор сотрудничаем, я надеюсь, что и будем, с фондом «Вера». Это фонд поддержки хосписов. Соответственно, в рамках этого проекта мы предоставляем возможность нашим музыкантам проявить себя с социальной, так скажем, точки зрения и организуем так называемые культурные пикники в хосписах. И наши музыканты приезжают туда и дарят свое творчество тем, которым, там, тем людям, которым это действительно, действительно нужно, потому что все-таки мы в будничной суете зачастую забываем, что есть те люди, которые очень нуждаются в нашей поддержке. Поэтому наша задача в том числе в музыкантах, не скажу, воспитывать, но помогать им реализовываться и вот с таких очень правильных сторон. Это очень хорошая, благая такая цель. Андрей, конечно, у многих сейчас возникают вопросы, где же базируется московский продюсерский центр, есть ли у вас какой-то офис, центр? У нас есть, безусловно, офис, располагается на метро Нагорное, но помимо этого у нас еще есть локация, которую мы тоже развиваем, наша команда, это московский культурный центр Северная Чертанова. Если все проекты, о которых мы с вами поговорили, они ориентированы на город или даже больше, то также есть культурный центр окружного формата, который предоставляет большую культурную палитру для жителей района и округа. Мы все привыкли к тому, что Дома культуры – это такие архаичные традиционные учреждения, которые в основном предоставляют услуги кружков и студий для подрастающего поколения, но Департамент культуры перезагружает этот формат и создаются московские культурные центры. Вот наш центр один из них. Мы, соответственно, имеем конкурентоспособное культурное предложение для любой возрастной группы. У нас, безусловно, есть детские кружки и студии, но есть и мультимедийные проекты, мы делаем театральные постановки, проводим концерты, проводим школу вожатых. Очень много разных форматов, и вообще у Департамента культуры есть задачи, которые в том числе нам ставят, чтобы человек вне зависимости от возраста и предпочтений в своем районном культурном центре мог найти что-то для себя. Сколько человек на сегодняшний день в Московском продюсерском центре? Я считаю музыкантов, конечно, да, тех, которые участвуют в проектах. А вот в твоем подчинении... Это большой штат, это больше 50 человек, которые трудятся и над развитием вот этой вот районной площадки, и над реализацией разных проектов. У нас большой административно-хозяйственный блок, потому что хозяйство тоже не мое. Поэтому есть большое количество людей, которые стараются, чтобы у москвичей в плане культуры все было замечательно. Скажи, дорогой Андрей, а вот наши уже известные именитые продюсеры, не смотрят ли они уже на вас так немножко искоса, немножко так нервничая? Дорогая Александра, я скажу тебе как на духу, что мы с именитыми продюсерами в том числе выстраиваем коммуникацию, и мы очень благодарны коллегам за то, что вопреки предубеждениям, так как все почему-то автоматически думают, что все вот в сфере культуры развлечений друг на друга смотрят как-то искоса. Но у нас, по крайней мере по нашему опыту, с очень серьезными ведущими в своих отраслях брендами у нас складываются очень такие рабочие и эффективные взаимоотношения. Я надеюсь, что так и будет продолжаться. Потому что если мы с вами все нацелены на то, чтобы так называемая индустрия в нашей стране, она развивалась, росла и была конкурентоспособной, то на данный момент для конкуренции время еще не пришло. Сейчас время для кооперации и расширения этого рынка. Скажи, пожалуйста, Андрей, у меня, наверное, последний вопрос. У нас очень мало времени. Лично для тебя Московский продюсерский центр, что это? Что он тебе дает? Лично для меня Московский продюсерский центр – это еще раз убеждение в том, что Москва – это город потрясающих возможностей. Потому что когда только затевался этот проект, это было настолько амбициозно, не было аналогов в России. И сложно было поверить, что через буквально считанные годы уже будет линейка проектов, уже будут десятки тысяч зрителей, будут сотни и тысячи заявок. И самое важное, что все только начинается. У нас в Московском продюсерском центре есть наш так называемый лозунг – «Все только начинается». И вот мне кажется, и у нас в стране, и у нас в городе, и в Московском продюсерском центре все только начинается, поэтому следим за развитием событий. Мы искренне всем телерадиоканалом «Страна.ФМ» желаем вам процветания. Пусть начинается что-то действительно очень большое, красивое, достойное. Мы всегда рады тебе, Андрей, всей команде. Московский продюсерский центр пусть процветает. Андрей Петров, друзья, директор Московского продюсерского центра, был сегодня гостем программы «Лучшее в стране» в эфире телерадиоканала. Хэштег «Моспродюсер». Любые социальные сети, будем на связи. Ну и в Новый год, я знаю, нас ждет масса мероприятий от «Моспродюсера». Подробности в соцсетях.